это неприятно а убер с этим ничего скажем так не делает комментарии пассажира спасибо мужчины извини что я что меня вытошнило короче уберу повезло он подкинул мне заказ и мы остались на убери не поехали на лифте так пришла поездочка нам x продолжительность поездки по ходу 8 минут берем не тупим потом почитаем и написано было что поездка из серии берем марию не длинная поездка мне написали 8 прикольно прямо под стадионом живет ожидаем чтобы она самаре 494 рейтинг вон она вышла женщина наша а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok когда экспресс пул, пассажира надо подбирать не там, где он живет или планирует садиться, а Uber ему планирует садиться на ближайший перекресток в удобный по ходу движения за следующим пассажиром, скажем так. И большинство пассажиров пула этого не понимают или не обращают внимания, или делают вид, что не понимают. В общем, они берут этот экспресс пул, потому что он для них стоит еще дешевле. А идти на перекресток на посадку не хотят, хотят, чтобы их забирали прямо оттуда, откуда они заказывают. От этого бывают такие конфликты интересов. Как бы, скажем, водитель едет туда, куда ему Uber говорит, а пассажир начинает тупить. И потом пассажир расценивает это, как типа, за мной не захотели подъехать, и ставит мало звезд водителю. Это неприятно. А Uber с этим ничего, скажем так, не делает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кристина пошла гулять. Пока она ехала, прилетел другой заказ. UberX. Некто Кимберли. К сожалению, в пол никого не подсадили. Вот этот товарищ закрывает серию из трех поездок. Следом за ним прилетит 4 доллара, но этот как будто сделал маленькую поездочку. Маленький бонусик. Если время не закончилось, то я схвачу еще одну акцию. Будет видно. Я не помню, там до Скольтьяна работала до 7 или до 8 акций. И не заметил, какой продолжительности будет следующая поездка. Я ее быстренько принял, чтобы она не свалилась. Такой вот прикольный райончик для жизни. Частные домики на горочке. Смотрят на даунтаун. Так, что мы имеем на данном этапе? Вот видите, прилетело 4 доллара бонуса. И, собственно, 3.20 за последнюю поездку. Собственно, больше бонусов за серию поездок не дают. Есть только вот такие вот места повышенного спроса. Которые подсвечиваются рыженьким на карте. Но я, видимо, никуда не поеду туда. Постою, подожду просто. Так, что у нас всего получилось? Всего получилось 61 доллар 19 центов. За 5 поездок. Вот это вот 15 баллов. Это речь идет вот об этих баллах, про которые я вам рассказывал. Которые надо набрать, чтобы поддерживать свой уровень. Или переходить на более высокий. Но уже выше, чем Uber Pro некуда. Поэтому мне надо просто поддержать. Вернее... Вот мой уровень. Diamond. Выше, чем Diamond некуда. А Uber Pro это так программа называется. Для тех, кто повышает свой уровень. Так. Ну и вот я выполнил 5 из 70. Сейчас просто ожидаем поездочку. Поездочек как бы не богато. Вот эта синяя стрелочка говорит о том, что она... Если ее нажать, то Uber якобы направит туда, где повышенный спрос. Я думаю, можно этим воспользоваться. Ну и на сегодня не планируется большого всплеска. Вот судя по этой синей полосе. Подъем якобы только к часу ночи. Когда народ начнет разъезжаться из клубов. Вот. Что я про приложение могу вам еще рассказать. Если нажать вот эту кнопочку. Тыц. То тут будет видно, что мы можем принимать. Я на данный момент принимаю Uber Excel. UberX и UberPool. Их можно включать, отключать. И еще можно включать вот такую вот доставочку. То есть тогда меня будут приглашать во всякие Монкдональдсы, Uber King. Что там у нас еще? In-N-Out. В любой ресторан, куда угодно, где есть еда. Откуда ее могут заказать. Вот. Ну, я пока себе ее здесь не включаю. Потому что в даунтауне делать доставку я не люблю. Это неудобно. Не хочу. Так. Если нажать вот эту кнопочку. Можно задать адрес, куда ехать хочешь. Там, домой. Или еще какие-нибудь адреса установить. И тогда Uber тебе дает поездочки в этом направлении. Вот если нажать на свою фотографию, то можно увидеть свой профиль и всякого рода предложения, какие делает Uber. Настройки аккаунта, доходы. Можно нажать сюда. Будет виден рейтинг. 4,89 мой рейтинг. По доставке еды высокий. 99% это рейтинг принятых заказов и 1% отклоненных. Ну, и вот если нажать на мой даймонд, то можно увидеть, что я набрал 934 балла. Осталось мне чуть-чуть меньше до 1800. И я его буду подтверждать на следующие три месяца. А здесь, видите, что будет, так сказать, тому, кто набирает эти вот дополнительные бонусы. И можно нажать оценки, посмотреть, сколько каких оценок стоит. Видите, стоит 7 единиц. Это чисто любители, которым что-то не понравилось. Вот как я вам рассказывал про пул. Не там посадил, не там высадил. Хотя тебе и водителю, и пассажиру Uber пишет, что надо будет пройти до места назначения. Они все равно это расценивают, что ты неправильно его привез и ставят единицу. Ну, а так вот в целом, видите, ну, по-разному. Кто-то тройки за что-то ставит, кто-то четверки, кто-то пятерки, кто как оценивает. И вот есть один отзыв, что один из клиентов указал в отзыве, что вы бы были не тактичны с ним. Ну, это, скорее всего, проблема, когда человеку подсказываешь, как пристегнуться ремнем. Дело в том, что когда пассажиры, которые сидят во втором ряду, начинают пристегиваться, особенно на правом месте, там для ремня, для среднего сиденья, вот для этого торчит свой замок, и они начинают ремень пихать не в тот замок. Начинаешь объяснять, что замок под вами, они не понимают, и когда ему два-три раза повторяешь, он считает это какой-то некорректной беседой. Это его обижает. И, блин, вот эту проблему решить я никак не могу. Вот. И вот есть еще вот такая вот штучка. Это вот комплименты, которые ставят пассажиры. Превосходное обслуживание, отличный автомобиль, дополнительные плюсы, высший класс, первоклассный водитель, чистота и порядок. Ночной герой, это вообще прикольно, ночной герой. Прекрасная музыка, веселый водитель, знаток города, интересная беседа. И еще они иногда пишут комментарии. Мне понравился последний комментарий. This guy is a legend. Has everything you need. Этот парень легенда имеет все, что ты хочешь. Ну и вот видите, высший класс, превосходное обслуживание, дополнительные плюсы. Комментарий пассажира. Спасибо, мужчина. Извини, что я, что меня вытошнило, короче. Был тут один праздник. И, в общем, одного чувачка тошнило. Слава богу, не в машину. Он открыл вот это вот пассажирское сидение. О, сидение, говорю. Окошко. Высунул голову, и это было феерично. Я такой даже не слышал, и не понял, что он делает. Еду такой себе, смотрю в зеркало, а там такая голова торчит, и из нее вылетает. Блин, все это дело. Ну, видите, вот извинился. Ну, и так вот, превосходное обслуживание, веселый водитель, отличный автомобиль. Со всякими описаниями. Вот. Ну что, надо, наверное, куда-то поехать, потому что как-то тут грустно стоять. Рыженькое пятнышко пропало. Но, видимо, сегодня день такой небогатый на поездки. А можно никуда не ехать. Можно сделать вот так вот. Выйти из приложения. Зайти в лифт. О, только я хотел включить лифт, как пришел Uber. Поездка на 10 минут, X. И совсем рядышком. 0,3 мили от меня, это очень хорошо. Обычно, если я вижу, что поездок нету, и вижу, что акцию не сделать, то я тогда включаю лифт, и работаю на две платформы. Сразу и на Uber, и на лифт. Ну, Uber'у повезло. Он подкинул мне заказ, и мы остались на Uber'е. И поехали на лифте. Вообще, конечно, идеально так вот, как было в начале, когда ты едешь, еще не доехал, тебе уже кидают новый заказ. Так бывает безостановочно. Это очень хорошо. Но на сегодня было видно сразу с самого начала. По той синей полосе, что я показывал, что Uber планирует. На основе своей статистики, что поездок будет немного, но вот уже и стоит пассажир. Так что продолжим разговор, когда привезем ее на место. Субтитры сделал DimaTorzok Дома 76,95, практически 77 долларов. Вот. И милек я накатал 52,9, ну, 53, 55 милек, короче. Вот. Начинает темнеть, небо затянуто, погода пасмурная. Поэтому будем сегодняшние покатушки вместе заканчивать. Я-то еще продолжу. Я буду работать часиков до трех, до четырех, а может еще и даже и позже. Или это уже будет раньше. Это смотря с какой стороны посмотреть. Вот. За эти три часа, что мы с вами катались, мы с вами начали в Торренсе, проехали через Ламиту, зацепили по Лос-Вердос, попали в Сан-Пидро, потом поехали по фривэю в даунтаун Лос-Анджелеса, попали на стадион Доджерс. Оттуда мы, оттуда мы там по окраине даунтауна Лос-Анджелеса катанулись и заехали, заехали в Чайна-таун, потом в Корея-таун. И, в общем, сейчас мы находимся или уже в Беверли-Хиллз, или, по крайней мере, на его границе. Вот такие вот дела. Так что, и как вы видите, заметно не было, что мы переезжали из города в город. То есть вот та Америка, в которой я живу, те окрестности, скажем так, я могу вам охарактеризовать так, что вы переезжаете из города в город и не замечаете границ. То есть как будто бы вы, там, скажем, в Минске, в Киеве, в Москве или в каких-то других городах переезжаете из района в район и все время в одном городе. Так и здесь. Города меняются, но вы границы эти не улавливаете, пока не узнаете, где они начинаются и заканчиваются. Ну вот, если вам было интересно посмотреть на Америку, на такую, какая она есть, на разные районы, на разные города, на разные дороги, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о том, что вышло новое видео. Обязательно ставьте лайки, этим вы поддерживаете наш канал. Ну и если это видео соберет определенное количество просмотров, соберет определенное количество лайков и комментариев, я думаю, что я с Игорем попробую, Игорь это наш монтажер, уже многие его знают, попробую делать, продолжать выпускать такие видео, записывать. Будет хорошая погода, будет веселее, будут другие районы. Так что не прощаемся, увидимся в новом видео, до встречи, до встречи в интернете. Пока, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok